всем привет сегодня небольшой обзор распаковка на самые скоростные самые легкие кроссовки для бега adidas от zero такими с n9 кроссовки этого года предыдущая версия цифрка 8 вот такие красавцы я купил в германии о они классные но медий немножко эта тема с этими кроссовками не подогрета потому что я так считаю что это кроссовки не совсем для любителей если ты бегаешь но десятку 45 минут и больше то эти кроссовки не для тебя если там ты уже бежишь там около 40 минут десятку то возможно эти кроссовки тебе подойдут рассчитаны они на 5 на 10 километров но может быть как говорят еще полу марафон можно бежать в них и все для марафона они не предназначены ну хотя и марафон бегал и в более легких тонких кроссовках ну что давайте посмотрим так это я чё это и так с реформлял да не отметил на границе ну что в германии в официальном магазине эти кроссовки стоят 200 евро в интернет магазинах я вбивал видел их по 150 евро но у меня не было времени то что был ограничен надо было возвращаться назад я купил из за 200 евро я и ходил из рая совсем не планировал их покупать я хотел что-нибудь купить там сильно распиаренные там найки и все прочее что-нибудь такое карбоновая но у отдел один кроссовок этот я понял то что больше ничего не хочу хотя и остальные тоже мерил то ну что здесь пена у них у adidas это топовая достаточно хорошо ароматизирующая резина здесь на подошве совсем минимальная я так полагаю это ну как полагаю даже убежден что эти кроссовки не для ежедневных каких-то тренировок это и либо для стартов каких-то либо для скоростных работ вот здесь то ли карбоновые я так не понял то ли какие-то пластиковые стержни вот эта фишка адидасовская как пятерне которые тебя толкают во время бега сетка сделана из такой лески достаточно прочной и она такая он просвечивающая вся клевенько сделана язычок совсем тоненький тоненький тоже какая-то полусетка полулеска ну и в принципе все здесь больше ничего нет пятка вообще никак не укреплена легенькая я когда смотрел что за они зашел на сайт adidas а почитал отзывы официальные это много любителей говорят пошли вы к черту с этими кроссовками я травмировался потому что там куча людей которые как я говорил там бегут час 10 километров и они думают то что сейчас мы вот эти самые четенькие кроссовки самые быстрые оденем и побежим по 35 минут там хер нарыло вот ясен пенте травмируешься а может и бегали в них каждый день но это как бы для неподготовленной ступни неподготовленного бегуна это очень 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 плохо ну что сейчас попробуем их померить пройтись пару шагов кроссовки за 15 евро декатлон ну что они классные они очень мягкие прям пружинит тебя выталкивают и когда приземляешься нам высок тебя аж прям чувствуется то ли пена толкают то ли эти стержни то ли карбоновые то ли пластиковые выталкивают не ну кроссы зачетное конечно и я понимаю почему люди у них травмируются потому что у них абсолютно нет никакой поддержки они такие ступнявых прям аж в них болтается куляется туда-сюда нет какой-то стабильности в них но если ты на носочках на скорости будешь валить 330 а то и 3 сам а то ну что посмотрим дальше что с ними будет абсолютно шикарные тапки в них сейчас стартовал забег на 4 километра в них прям летишь но если ты бежишь темпом быстрее 4 минут могу сказать точно результат дают потому что мой обычный темп там на 4 на 5 километров стартовые это 345 350 сейчас получился темп 339 это точно не моя заслуга это заслуга кроссовок что еще могу сказать стопа очень нестабильно если ты попадаешь на какой-то шов плитки там на какую-то трещинку на какую-то неровности и тебя прям аж год готова выкинуть под подвернуть ногу так что уважаемые бегуны если вы не подготовлены голеностопом то эти кроссовки не для вас но они очень быстрые все всем пока и